Девушки отдыхают С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Прямая трансляция Из сумасшедшего Тома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей Своей звездной коллекции Ваша задача угадать какую На нашем автоответчике вам нужно Оставить свое имя Имя роли в которой как вы думаете проснулся Фрэнки Сегодня утром и свой контактный телефон Номер нашего автоответчика Девятьсот сорок шесть двадцать один восемьдесят Потанцуем? Фрэнки! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати... В начале 20-х годов прошлого столетия В Германской республике была настолько сильная инфляция, что один американский доллар был равен примерно 4 триллионам немецких марок Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787 Это Эдди Мерфи. Это Эдди Мерфи. Патрисия Каффи. Ригмун Фрейс. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80 Здравствуйте. 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 Элвис Прэйли. Великолепно. Спасибо. Итак, дамы и господа. Ох-ох-ох. Я сегодня тот, кому по всем прогнозам нужно было бы сидеть в тюрьме. По большому счету, если бы я не стал артистом, музыкантом, я был бы стопроцентным преступником. Энергия, которая брызжет из меня сегодняшнего во всех направлениях, сбивает людей с ног. Гипертрофированный темперамент. Убийственная взрывоопасность и хлесткая, безвкусная цыганщина моих шоу выделяет меня на фоне других звезд, как в сполах кометы выделяется на фоне мирно мерцающих небесных бриллиантов. Итак, дорогие мои, вот вам основная подсказка самого первого своего вздоха. Как только вонючий, ядкий воздух огромного мегаполиса обжег мою глотку, я не перестаю вопить о том, как страстно люблю жизнь. Вот она, моя самая первая песня. Маэстро, будьте добры архивную запись. Скажу честно, на протяжении всей моей последующей жизни мой голос и манера исполнения фактически не изменились. Такой же надрыв, такой же драматизм, такая же пронзительная сила концентрации. Если вы узнали меня прямо сейчас, то мой номер телефона неизменен, и я жду ваших версий. Если нет, тогда я продолжу в хлестком безумном стиле дурака, которому, собственно, уже нечего терять, кроме ваших горячих аплодисментов. Итак, вот он я, дамы и господа. Мокрый, скользкий и счастливый, на руках своей обезумевшей от боли матери, потому что я вцепился в ее сочную грудь с такой жадностью, что чуть не откусил половину. По одним сведениям это произошло в марте 28-го года, по другим 33-го в Соединенных Штатах Америки. Хе-хе. Естественно, как и положено ребенку с таким темпераментом, как у меня. В свои юные годы я провел в колонии для малолетних преступников в родной Южной Каролине, и потом на протяжении почти сорокалетней, невероятно насыщенной, драматичной творческой карьеры по иронии судьбы и благодаря своему крайне взрывному характеру я около 16 раз сидел за решеткой, за сексуальное естественное домогательство, изнасилование и избиение своих многочисленных жен и любовниц, за поджоги, ограбление банков, хранение наркотиков и оружия. Ну, полная мерзавица, одним словом. Так что смотрите поосторожней, чтобы я случайно не материализовался прямо в вашей квартире от слишком уж страстного вашего желания узнать мое сегодняшнее имя. Итак, дамы и господа, шоу-тайм! Сегодня я самый плохой, наверное, самый-самый плохой из плохих мальчиков, который пока присутствует в сознании, вроде бы и хорош, и привлекателен, и харизматичен, но в какой-то момент у меня обязательно съезжает крыша, и тут я за себя не отвечаю. Я крушу все подряд. От сленгу, на котором я начинаю в этот момент общаться с миром, могут позавидовать самые опытные в этом деле русские виртуозы. Женщинам в этот момент лучше вообще раствориться в воздухе, потому что нет той силы, которая остановила бы мой маниакальный зов плоти. Я прыгаю на все, что шевелится. Как говорится, нет некрасивых женщин, есть мало кокаина. В одном моменте я теряю свой прежний облик и превращаюсь в сексуального террориста, в гангстера, и этот мой образ уже в годы юности начинает наводить ужас на мой родной город. Меня сравнивают со стихийным бедствием и лучшего места. Это, естественно, кроме как тюрьма. Для такого человека, согласитесь, не подыскать. Но стоит крыши встать на место, и я уже опять нормальный, только вот ничего не помню. Ну? Как вам такие наброски к моему сегодняшнему портрету? Ваши версии! Шоу-тайм! 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 Фрэнки Шоу. Каждую среду на Сильвер Рейн Рейн. Исполнитель фламенко. Итак, дамы и господа. Сегодня я в прямом смысле этих слов сексуальный маньяк и террорист. Неугомонный насильник и драчун, совмещающий в себе при этом религиозного проповедника, харизматичного духовного вождя и вдохновителя, любимца огромного народа, фактически одной пятой населения Земли. Маэстро, музычку в развалочку для особого настроения, пожалуйста. О, кайф. Итак, дамы и господа. Парадоксален мир! Хочется воскликнуть вслед за великим Шекспиром, глядя на меня сегодняшнего. Парадоксален, непредсказуем и совершенно необъясним, кто я сегодня. Вот загадка. Штучка для знатоков и подарочек для меломанов. От горшка два вершка. Клоподав с непомерным темпераментом, появление которого в ночных клубах вдавливает людей в стены. Итак, я начинаю свою карьеру в тюрьме, в которой сижу как малолетний 12-летний преступник. Именно здесь научаюсь играть на ударных и на органе. Начинаю петь в тюремной госпел-группе. Да так, что тюремщики платят мне за то, чтобы я спел их любимую. Ну, да, о тюремных нравах есть смысл поговорить особенно. О, дамы и господа, кто не нюхал этого мира, тот не до конца знает, что такое дышать полной грудью. Кто не слышал скрежета алюминиевых ложек о тюремной миске, кто не впитал в поры кожи ласковый прищур надзирателя, тот нереальный чувак, скажу я вам. Пружина, которая сдавливается внутри за время пребывания под надзором, обладает такой силой, что вам даже не вообразить. Я скажу вам точно, человека, который отсидел, не исправить. А-а. Это завинченная в нем на всей гайке пружина на всю жизнь. Она становится его скелетом, его проще убить, чем изъять ее из него. Эту пружину можно завуалировать на какое-то время, спрятать, уболтать, но в определенный момент она обязательно взорвется. И совершенно бессознательно, и чем сильнее было желание спрятать, тем сильнее взрыв. Кто сидел, тот меня поймет, а кто не сидел, тому бесполезно пыжиться, все равно не понять. Но вот отсидев в первой и затем второй сроки, уже в 54-м, получив крещение в артистической работе, и поняв, что я могу сублимировать свой гипертрофированный темперамент в вокал, я организую свою первую группу. Выступаем мы в основном на юге штатов, исполняя некую смесь из госпел и ритмен-блюза. В 57-м выходит наш первый сингл, который сразу же входит в ритмен-блюзовые чарты. И только в США эта пластинка расходится более чем миллионным тиражом. Одним словом, интенсивная концертная деятельность и мой взрывной сценический темперамент очень быстро пробивают несколько хитов в американский топ-50, топ-50. И в 59-м мы подписываем контракт с Беном Бартом из гастрольного агентства Universal Attractions. Мой стиль становится еще более драматичным, еще более взрывным, его называют даже истерическим. Именно в этой экстремально визгливой интонации, помните мой голос в момент рождения, в 62-м я записываю легендарный живой альбом, ставший основой современного фанка. Но вам не нужно, надеюсь, объяснять, что такое фанк. На сленге негритянских гетто это слово переводится как «запах человеческого тела во время сексуального возбуждения». А? Лязгающие гитарные аккорды, синкопированный до предела ритм и нервный, словно выходящий за пределы всех мыслимых и немыслимых музыкальных квадратов вокал, казалось, хочет вырваться из вечной тюрьмы человеческого тела и улететь прочь, сбежать куда-либо, помериться силой с самим ветром. Каждый инструмент в этой музыке играет свой ритм, создавая живое, бурлящее, тотально заритмиченное, целое. А мои движения? Ха-ха-ха! Мой танец, мои прыжки, ужимки, кривляния, яростная чечетка, словно взрывающиеся от нагревания попкорн. И кто видел мои лучшие выступления на видео, тот видел, как я взрывался праздничным салютом на миллионы огненных частиц и разбрызгивался по небу трассирующей канонадой. Одним словом, с этого момента я превращаюсь в живую легенду, становлюсь живым классиком в 30-летнем возрасте. Итак, дамы и господа, экспрессивный, вульгарно неутомимый пассионарий, отец фанкового разгула, с легкостью подминающий под себя американские топ-тен и топ-файв, потом британский топ-соти, и, наконец, первый Грэмми в 66-м году. Мое имя заносится в зал славы рок-н-ролла и так далее и тому подобное. Фух, надо передохнуть. Фрэнки Шоу каждую среду на Сильвер Рейн Рэйн Рэйдио. Здрасте! Здрасте! Здравствуйте! 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 Да, Виктор. Фрэнк Синатра, странно. Дальше. Рикки Мартин. Рикки Мартин, спасибо. Спасибо. Дальше. Элтон Джон. Элтон Джон. Николай. Николай, спасибо огромное за версии. Итак, дамы и господа, стопроцентный, разухабистый, неугомонный драчун и истерик. В свои 33 года на пике славы и гордой реализации. Одним словом, лошади летят, превышая скорость фаэтоновой колесницы. Ветер, как говорится, в спину, удары хлыста звучат хлестко и пафосно. Голос пронзительно, оргазмично. Маэстро, будьте добры, любимую. Иху! Ну вот, в 77 году, в силу неугомонности характера и вечно скачущей в нижней части живота пружинки, черт бы ее побрал, я опять схвачен полицией и посажен в тюрьму по смешному детскому обвинению за попытку ограбить банк. А также за несколько учненных в особо яростном состоянии, не без наркотического допинга, конечно же, поджогов. Одним словом, вот оно. Святое уединение, молитвы, раздумья и бесконечное покаяние. Получив новую порцию тюремного адреналина и закинувшись новой дозой жажды свободы, я даю несколько интервью на телевидении и проповедую повсюду. Делай для других то, что хочешь, чтобы делали тебе. Но, выйдя из отшельничества, подстриженной и законопослушной, с огромным багажом новых музыкальных тем, я не знаю почему, но опять продолжаю заниматься своими любимыми делами, то есть петь, если мое верещание можно назвать пением, тайно терроризировать молоденьких женщин и осторожненько так хулиганить. Мне 37, мужская дрочливая жажда съесть все конфеты мира за раз достигает во мне своего пика, внутренняя пружина рвется наружу, и кто подскажет мне, как с ней справиться? В 80-м меня приговаривают к 3 годам тюремного заключения за употребление наркотиков и очередное насилие. Потом в 81-м за попытку уйти на автомобиль от полицейской погони, я получаю двухлетний срок. Потом в 86-м срок захоронения наркотиков. В 91-м арестован в Южной Каролине за агрессивное поведение и избиение полицейского. В 93-м в моем доме обнаружен довольно внушительный склад оружия и несколько килограммов наркотических средств. В 95-м на меня накладывают штраф в 10 тысяч долларов за попытку избиения моей четвертой жены. И в 99-м я сажусь в тюрьму на 2,5 года за драку, учиненную прямо на своем концерте. А! Каков фрукт! Такого еще поискать, и при этом невероятный любимец публики. Но и это еще не конец. По выходу, не успев вдохнуть воздуха свободы, буквально через полгода я обвиняюсь в приставании к сотрудницам своей собственной радиостанции. По словам Лизы Абагалии, проработавшей на меня около 7 лет от нее и фактически от всех сотрудников, особо отмечу только женского пола, я постоянно требовал так называемой сексуальной благосклонности. А после того, как она, в отличие от всех других, отказалась эту благосклонность проявить, она была уволена. Мой адвокат, кстати, тоже женщина, Дебор Эпри, заявила, что все обвинения абсолютно беспочвенные, что я кроток, как ягненок. И, имея за плечами такое непомерное количество сроков, уже давно научен манерам поведения. Одним словом, я отделываюсь небольшим штрафом и продолжаю свой фанки-стайл. Ну, господа мужчины, чей костюмчик мы примеряем на себя сегодня? ШАУТАИМ! Это Эдди Мерфи! Патрисия Каффи! Жильмон Фрейс! Сальвадор Дали! Арнольд Шварценеггер! Это Ленин! В какой же роли он сегодня? Отвечайте! Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Здравствуйте! Здравствуйте! Думаю, что это Бобби Браун. О, неугомонный Бобби. Да, спасибо. Привет, Франки. Меня зовут Аня. Я думаю, что это Джерри Ли Льюис. Ммм, хороший вкус. Это Африк Симон. Вау! Да, спасибо огромное за версии. Итак, дамы и господа, сегодня тот, кто известен всему миру, не только своей предельной, драматично-истеричной, разбойничьей, негроидно-залихватской манерой пения и сценического поведения, в корне изменившем, кстати, всю черную музыку американского континента, но столь же взрывным поведением и вне сцены. Маэстро, негроидную мурку, пожалуйста. Езо! То есть сегодня я тот, глядя на которого, можно сказать, что он всю свою жизнь пытался выпрыгнуть из тюрьмы своей телесной оболочки, из роли, навязанной мне социальным миром, истории моего народа, всю свою жизнь разрушал все рамки условностей и пел так, и танцевал так, и жил так, хотел съесть все конфеты мира за раз, спеть все песни, обокрасть все банки, излюбить всех женщин. Да, сам Господь создал меня таким, с этой безумной пружинкой, сжатой внутри моего тела. И самое смешное, что этот разбитной и неугомонный персонажиц симпатичен вам, верно? Ваши аплодисменты, дамы и господа! Легенда фанка! Музыкант, который выстрелил праздничным салютом в самый интенсивный период в жизни американского общества в конце 60-х и первой половины 70-х, когда и белое, и цветное население Америки единодушно противопоставили себя эстеблишменту. Протестуя и добиваясь решения назревших проблем, для белой молодежи это вылилось, как вы знаете, в движение хиппи, что привело к развитию рок-культуры. Черные же стали активно бороться за равноправие с белыми, и одной из форм этого протеста стали соу и фанк. Итак, дамы и господа, Солбразер номер один, крестный отец Сол, мистер Динамит, тайный лидер таких экстремистских организаций, как черные пантеры и черные мусульмане, ходячие камикадзе, с натянутой поясом шахида своего патологического вокала, не человек, но верещащее животное, колоссальная энергия, которого манера держаться на сцене, постоянные вращения вокруг своей оси, словно расщепленный атом, готовый разорваться на тысячи частиц, все это производило, естественно, неотразимое воздействие на взбудораженную политическими преобразованиями молодежь. И когда такие города, как Детройт и Вашингтон, захлестнет так называемый тюремный бунт, вспыхнут негритянские демонстрации и, естественно, уличные беспорядки, ко мне обратится за помощью сам президент Линдон Джонсон с просьбой выступить по телевидению и призвать своих черных братьев прекратить бесчинство, покинуть улицы и разойтись по домам, я, конечно же, здесь не зайду до этого. Трюк сработает, и планка моей популярности подскочит еще выше. Я стану поддерживать Мартина Лютера Кинга, выпущу сингл «Say it loud, I'm black and proud», скажи во весь голос «Я черен и горд». Эта фраза превратится в лозунг борьбы против расовой дискриминации, пластинка разойдется пятимиллионным тиражом. Но, ведомой своим нюхом на деньги и тюремной этикой, я очень быстро соображу, куда дует ветер. Уже в середине 70-х, как вы все знаете, накал политической борьбы стихнет, движение хиппи сойдет на нет, и рок-музыка постепенно превратится в подвид поп-культуры. Фанк тоже начнет терять остроту, превратиться в развлекательную музыку для белых и в итоге деградирует до своей полной противоположности, до стиля диско. Я, очевидно, тоже утомленный порогами революционных преобразований, переключусь на диско-стайл. Фуф, надо передохнуть. Фуф, надо передохнуть. Фуф, надо передохнуть. Eentones learn next for you, Джон Буллок. Доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МОС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки – это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. Ладис и джентльмен. Каждую среду в 20.00. Фрэнки-шоу на Сильвер-Рейн-радио. Здравствуйте. 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 Привет, Фрэнки. Это Дмитрий. Я думаю, ты Джеймс Браун. Джеймс Браун. Хорошая версия. Дальше. Привет, Фрэнки. Я думаю, это Джеймс Браун. Опять Джеймс Браун. Электренно. Дальше. Это Дмитрий. Это Джеймс Браун. Джеймс Браун. Просто патологическое единодушие. Итак, дамы и господа. Вот он я. Коренастый живчик. Метр шестьдесят сантиметров от горшка. Энергия которого всю его жизнь была поистине неисчерпаема. На зависть всем. Ну вот мне уже семьдесят четыре. Маэстро. Что-нибудь поспокойнее, пожалуйста. Возраст обязывает. Сегодня я, конечно же, не так шикарно двигаюсь, как раньше. Меньше и не так яростно пою. Больше играю на электрооргане. Но по-прежнему много выступаю. По-прежнему ношу прозвище секс-машин, мистер Динамит. Я скаливая свои на зависть всем бобрам белоснежные зубы бивни. Говорю в каждом интервью, что пою и буду петь о сексе, о любви. А значит о жизни. О женщинах. Особую красоту и смысл существования которых понимаешь только к старости. И что мои концерты по-прежнему поднимают из мужских штанов самого сонного джентльмена. Возможно, те, кто были на моих последних концертах, расскажут вам о том, что я сегодняшний представляю из себя удручающее, жалкое и невероятно грустное зрелище, от которого становится просто стыдно за легенду. Что я просто выживший из ума, городской сумасшедший, самовлюбленный и загипнотизированный своим прошлым успехом. Возможно. Но вот Кеннеди-центр так не считает. Он, несмотря на мое бурное, скандально-бандитское прошлое, признал мои подлинные заслуги, то есть одним из самых влиятельных музыкантов последних пятидесяти лет. И когда я появился на приеме в Белом доме со своей сияющей в две тысячи ватт улыбкой и слезящимися от счастья глазами, власти Южной Каролины громогласно простили. Мне все шалости, совершенные мной на территории штата, я немного театрально уткнулся в платок и произнес в своей пафосной манере «Да благословит Господь Америку!» Если она поняла и оправдала такого мерзавца, как я, значит, она способна понять и защитить любого из ее жителей. Итак, дамы и господа, честно скажу, я не думаю, что есть еще один музыкант на этой земле, мужского пола, который так остервенел, а несмотря ни на что в свои уже 75 лет держался бы за сцену, за концертную деятельность. А все очень просто. Если я не на сцене, то я в тюрьме. Если я не выплескиваю свою энергию и страсть к жизни на вас, то превращаюсь в ходячую бочку с порохом. Вот и все. Я думаю, никто из вас не удивится, если через десяток лет, несмотря на недавно обнаруженный рак простаты, увидит меня по-прежнему стоящего на сцене в своих безвкусных, сверкающих костюмах, гордого и неумолимого, яростно отбивающего ритм, уже заигранный в пыль «I feel good» или «Sex machine». Я уверен, все вы будете смотреть на этого чудо-старика и думать только об одном. Господи, дай ему сил. Дай ему еще пару, тройку, пятерку лет, чтобы его неугомонная пружинка продолжала хрипеть его жалкую «I feel good» на зависть всем, и чтобы он продолжал верить, что по-прежнему остается таким, каким был 40 лет назад на пике своей всемирной славы, и что его музыка по-прежнему поднимает из мужских штанов самого сонного джентльмена. И дай Бог, чтобы наши внуки отнеслись к нашим старческим фантазиям, когда нам будет под 80 с такой же нежностью, как мы к этому, да и вообще ко всем окружающим нас старикам. Дай Бог, чтобы они, те молодые, были бы искренне терпимы к тому, что наше колесико, уж простите, еще вертится. Ну, как мы вам сегодня. Кстати Согласно статистике, каждый год примерно 250 тысяч женатых американцев подвергаются избиениям со стороны своих жен. Удивительное рядом. Реклама на «Серебряном дожде». 191-9787. И так, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 89, из них всего 28 правильных. Но был, естественно, самый первый наш живчик, который опередил всех и который поступил в банк звонков в 20 часов 26 минут. Внимание, господа, в 26 минут. Итак, слушаем автоответчик. Здрасте, 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 здрасте. Привет, Фрэнки. Привет. Это Дмитрий, я думаю, ты Джеймс Браун. Да. Джеймс Браун, мистер Динамит, крестный отец панка, soul brother number one. Ну, кто посмеет сказать, что роль не удалась? Конечно же, первый, кто произнес имя Джеймс Браун, абсолютно прав. Это многоуважаемый Дмитрий, чей телефон начинается на 576. Итак, внимание, дамы и господа, вот я набираю номер нашего победителя. Так, вот он должен быть на связи. Алло, Дмитрий. Да, Фрэнки, привет. Привет. Привет, Дмитрий. Во-первых, поздравляю вас с выигрышем. И традиционный вопрос, что навело вас на мое сегодняшнее имя, где я, как говорится, прокололся. Фрэнки, скажу сразу же, Джеймса Брауна знаю я плохо, но люблю. Естественно, I feel good, I like sex machine. Ага. Но я вот в голове у меня отложилось, что Джеймс Браун всегда колотил своих жен. Да, это из всех газет можно почерпнуть, особенно в интернете. Набираешь имя Джеймса Брауна, тебе выскакивает целый список избиений его и так далее. Только от этого я столкнулся. Я сразу стал вспоминать, кто часто сидел в тюрьме. Ага. Это был Джеймс Браун. А скримин Джей Хоукинс? Этого человека я еще хуже. Окей. Но его знают другие наши слушатели, которые очень много тоже прислали это имя. Итак, еще один вопрос. Какой танец изобрел Джеймс Браун? Не могу сказать. Но это знать абсолютно не обязательно. Этот танец называется попкорн. Попкорн. Радостное и потно-всклокоченное кривляние с чечеточно-пружинистыми движениями, напоминающими, естественно, разрывающиеся от нагревания. Попкорн. И последнее. Как вам мое сегодняшнее шоу? Традиционное время комплиментов. Брэнди. Супер. Просто браво. Спасибо. Доброе слово и кошки. Приятно. Итак, дорогой Дмитрий, в качестве приза за сегодняшнюю игру я хочу с гордостью это констатировать на зависть. Всем вы получаете от меня и, конечно же, от Серебряного Дождя блок-видеокассет, в частности, три, с записью нашего любимого шоу, безумной, но крайне остроумной церемонии вручения Серебряной Калоши. Все знают, что эти кассеты невозможно купить, можно только выиграть на Серебряном Дожде. И плюс еще одну кассету с записью самой последней церемонии вручения Серебряной Калоши, прошедшей в цирке на Цветном Бульваре. Итак, мегаприз. Четыре кассеты за одну игру. Как получить все это, я уверен, вы уже знаете. Добро пожаловать в наш офис. А теперь, Дмитрий, самый главный подарок для вас и для вас, дамы и господа. Представьте на сцене меня. Несомненно, молодого, брызжущего энергией во все стороны, яростно танцующего свой легендарный попкорн. Дяди и джентльмены, мистер Джеймс Браун! Джеймс Браун! Джеймс Браун! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 1, 2, 3, 4 Get up Get on up Get up Get on up Stay on the scene Get on up Like a sex machine Get on up Know we need it so hard We got to hand it so hard Know we want it so hard Got to hand it so hard I feel good I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't Raise up Get yourself together Grab that drunken soul Get up Get yourself together And drive your Bad self Say it loud I'm taking it out Say it loud You got to take your I Wait a minute Think about a bad thing That I tried not to do When you get tired To think about the good things Done for you This is a man's world This is a man's world But I wouldn't be nothing Without a woman I wouldn't care A man needs a woman A man got to have a woman He needs a woman A man's world A man needs a woman A man's world He needs a woman He needs a woman Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Фрэнки Шоу. До встречи в следующую среду. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, это будет самое неожиданное из всего, что только возможно. Человек-эпоха. Человек-миф. Легендарный актер, певец, музыкант, неугомонный висельчак и жизнелюб. Персонаж, так сказать, из свиты Господней, которого Бог, несомненно, призвал к себе после смерти, чтобы тот скрашивал его вечное одиночество. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Итак, в ближайшую среду в 20.00 я представлю вам одну из самых шевридов реальных ролей своей коллекции. Теперь прощайте и помните. Мысль материальна. И в кого бы мы ни играли сегодня, самое интересное то, в кого мы будем играть завтра. Господи, храни сумасшедшего. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Сильвер Рейн Рэйдио. Сильвер Рейн Рэйдио. Субтитры создавал DimaTorzok